Перед своим закрытием в 1983 году электростанция Баттерси снабжала электричеством многие районы Лондона. Её знаковые трубы на фоне реки стали неотъемлемой частью городского ландшафта. Однако новое строительство здесь началось только в 2012 году. Территорию за 400 миллионов фунтов стерлингов выкупили инвесторы из Малайзии и хотят переделать её в жилой район. В следующем году здесь появятся первые 18 тысяч жилых и офисных помещений. Предполагается, что стоимость одной квартиры-студии в этом месте может превысить 2 миллиона долларов. Нехватки иностранных инвесторов в Лондоне не наблюдается, особенно из Азии. Их стало ещё больше после того, как в этом году пошатнулась китайская экономика. Экономисты говорят, что это неудивительно, поскольку люди хотят вложить свои деньги в безопасные проекты. «За последние месяцы мы увидели, что отток капитала из Китая, начавшийся из-за падения курса юаня, усилился. Китайские инвесторы ищут безопасные места. Они не хотят вкладывать деньги в ценные бумаги. Они хотят вкладывать в недвижимость. Мы видим повышение спроса на недвижимость класса люкс, например, в Лондоне, но также в Нью-Йорке, на Гавайях и в Сиднее. То есть деньги уплывают из Китая в эти регионы». В Лондоне тренд на покупку квартир и быструю её продажу за более высокую стоимость сохраняется. Но этот способ работает только при наличии покупателей на вторичном рынке, а их становится всё меньше. Впрочем, в долгосрочной перспективе, как считают специалисты, отток инвестиций из Китая не прекратится. «Люди зарабатывают деньги и хотят вкладывать их во что-то безопасное. Они также рассматривают возможности обучать в этой стране своих детей. Так что есть очень много причин, почему деньги будут по-прежнему течь сюда». Лондон остаётся популярным в плане приобретения недвижимости, поскольку здесь этот процесс достаточно лёгкий и быстрый. При этом при покупке первичной недвижимости инвесторы всего за два года могут получить 100% прибыли от её продажи. Но у вопроса оттока инвестиций в Лондон и Великобританию в целом есть и тёмная сторона. Ещё в июле премьер-министр страны сказал, что объявляет войну грязным деньгам иностранных мошенников. По его словам, некоторые иностранные фирмы отмывают преступно нажитые капиталы через анонимную скупку британской недвижимости. Он добавил, что офшорным компаниям принадлежит недвижимость в Англии и Уэльсе на сумму 122 миллиарда фунтов стерлингов. Скупка британских домов и роскошных особняков приводит к росту цен на рынке недвижимости. При этом купленные эффективными компаниями дома пустуют.